МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Чрезвычайная ситуация. Как планируют бороться с африканской чумой? Детский технаград. На что используют грант Миноборнауки? Почет и уважение. Кто из чебоксарцев получил заслуженные награды? В Порецком районе республики объявлен карантин по африканской чуме свиней в селе Напольное, которое стало эпицентром неблагополучной ситуации, отменены массовые мероприятия. День села и акция Ночь кино. О мерах по ликвидации заболеваний говорили сегодня на правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Территория села Напольное Порецкого района объявлена неблагополучной по африканской чуме свиней. Начиная с 17 августа до особого распоряжения здесь установлен карантин. Эпизоотический очаг обнаружен в личном подсобном хозяйстве жителей села Напольное. 14 августа здесь погиб 4-месячный поросенок. Предполагаемый источник это, скорее всего, это миграции диких кабанов. Вот там вот у нас тоже лесной район. Распоряжением главы Чуваши определены две угрожаемые зоны. Первая в пределах административных границ Порецкого района. Вторая – все остальные муниципалитеты республики, кроме Чебоксар и Новочебоксарска. Я вчера обязал руководителю государственной ветеринарной службы соответственно по своей линии провести все соответствующие работы совместно с Россельхознадзором, МЧС, ККЧС, со всеми службами, ведомствами, администрациями для того, чтобы на самом деле, во-первых, провести соответствующую разъяснительную работу, во-вторых, мы обязаны выполнять нормы действующего законодательства. На территориях села Напольное, в том числе и пизоотического очага, запрещены ввод и ввоз, вывод и вывоз за его пределы животных всех видов, в том числе птицы. Под запретом также заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения, продуктов растений и водства. Все хозяйства, которые попадают в первую угрожаемую зону и имеют в лично способных хозяйствах свиней, поголовье свиней, должны будут в ближайшее время, до 26 августа сроки установлены, у этих хозяйств будет изъято все поголовье свиней. Я бы попросил население, здесь пользуясь случаем, участвовать средства массовой информации, чтобы было полное понимание, все затраты будут населению компенсированы. За один килограмм живого веса каждый лично способный хозяйств получит 102 рубля. За мясо, которое будет изыматься, 146 рублей. Торговля свининой на рынках и в других торговых местах Парецкого района приостановлена. Власти Чувашия держат ситуацию под контролем. И следует напомнить, что африканская чума свиней человеку не передается. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Ввести в оборот неиспользуемые земли. И такая задача ставится перед муниципалитетами республики. В Чебоксарском районе удалось ввести в оборот более тысячи гектаров из четырех. Какими еще результатами завершилась первая полугодия, глава республики Михаил Игнатьев обсудил с активом района. В Чебоксарском районе глава республики посетил одно из успешных сельхозпредприятий, колхоз имени Ленина. Председатель хозяйства Петр Тунгулов рассказал, что использование современной техники позволило минимизировать ручной труд. Выручка предприятия в 2015 году превысила 90 миллионов рублей. Проходитель хозяйства добавил, в ближайшее время планируют увеличить дойное стадо еще на 50 голов. Сейчас в хозяйстве 480 коров. Социальное развитие Чебоксарского района Михаил Игнатьев обсудил на встрече с главой района Андреем Николаевым и исполняющим обязанности главы администрации Владимиром Дмитриевым. Основные вопросы – подготовка школ к новому учебному году, ремонт и строительство автомобильных дорог. На встрече с жителями района Михаил Игнатьев отметил, необходимо сохранить положительную тенденцию развития муниципалитета. Касаясь доходной части, она у вас неплохо пополняется. Ведущая отрасль района, агропромышленный комплекс, в этом году получила 925 миллионов рублей инвестиций. Создано 88 рабочих мест. Такие вливания дают свой результат. Индекс промпроизводства – 136%. Это первое место в регионе. На встрече министр сельского хозяйства отметил и проблемную точку – предбанкротное состояние предприятия «Чувашский бройлер». 296 человек получили уведомление, что они будут сокращены. 162 человека с 5 сентября, 134 – 14, 5 человек с 29 сентября. По состоянию на 1 августа, там 430 человек, средняя списочная численность. Понятно, без работы никого не оставят. И служба занятости поработает, все те, кто обращались, их на работу устроили. Михаил Игнатьев ответил на вопросы жителей Чебоксарского района, которые касались доступности медицинской помощи, строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань на территории муниципалитета. На встрече были вручены благодарности лучшим работникам и спортсменам района. Татьяна Молокова, Республика. Сегодня в Доме правительства в очередной раз вручали государственные награды. Героями торжественной церемонии стали чебоксарцы, большинство из них – работники с большим стажем. С лучшими из лучших познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. По традиции, марафон праздничных событий в честь дня рождения столицы республики стартует здесь, под куполом Дома правительства. Каждый год в этом зале чествуют лучших горожан, благодаря которым развиваются чебоксары. В этот раз в списке награжденных 25 человек. Строители, врачи, педагоги, актриса и водитель. Эти люди не один десяток лет трудятся на благо родного города и республики. Преподаватель физкультуры Чувашской сельхозакадемии Надежда Иванова подготовила большое количество кандидатов в мастера спорта по палеотлону. Ее выпускники успешно выступают и на международных турнирах. В течение года бывает подготавливаем до 5-6 кандидатов в мастера спорта конкретно по палеотлону. Я оценю свою работу за то, что, наверное, я считаю себя нужным человеком пока. Я очень горжусь тем, что мою работу признали, пригласили сегодня на получение награды. Актриса русского драматического театра за 20 лет воплотила на сцене десятки ярких образов. В багаже Ларисы Былинкиной уже есть номинация «Лучшая женская роль». Сегодня ее удостоили почетного звания народного артиста Чувашия. Мне кажется, я не знаю, любой человек бы не ушел из театра, если бы побыл там. Всем привлекает. Это постоянно все разное. Это благодарность, если получится зрителям. Опять-таки, если не получается эмоция, опять-таки, ну это жизнь. У меня любимая роль, любимая, вот я скажу, как бы, и значимая, между прочим, тоже. Последняя жертва Островского. И вторая, наверное, вот тоже, опять-таки, Островский, без вины виноватая. Сегодня глава республики вручал награды от президента России. Шеф-повар одного из ресторанов получил благодарность от Владимира Путина за победу на международном чемпионате профессионального мастерства. В бразильском городе Сан-Паулу Александр Ганяшвили завоевал золотую медаль. У конкурентов они были сильные все, они работали все в мишленских ресторанах. Но так как у нас нету, я изучал это через интернет. Я обучался и смотрел, как они это делают. И я тоже научился и не хуже их выступил. Михаил Игнатьев отметил, что эти награды – признание заслуг перед городом. Героям сегодняшней церемонии глава республики пожелал новых побед. Спасибо вам за то, что вы есть. За деятельную любовь к родному городу. Трудолюбие и целеустремленность. Уверен, что совместными усилиями мы сможем еще много достичь. Сможем поднять жизнь горожан на качественно новый уровень. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. Мы встретились с заслуженным машиностроителем России Сергеем Потаповым и узнали, какие качества помогли ему получить это звание. Для Сергея Потапова эта государственная награда не первая, но, безусловно, самая значимая. В 2008 году оператору станков присвоили звание «Заслуженный работник промышленности Чувашии». А в 2012 Сергей Иванович стал ветераном завода. Ну а сегодня он заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Сергей Потапов вот уже 27 лет работает в сфере машиностроения. Сначала он был учеником токаря, потом сам стал токарем. А в 2011 году решил попробовать себя на современных станках с программным управлением. Ну, конечно, в первых порах, когда перешел на ЧПУ станки, боялся. Все-таки здесь... Я раньше вообще не был знаком, есть программировал всякие программы, составлять не умел. Но все-таки боялся, решил попробовать. Как видите, сейчас уже 5 лет, больше 5 лет работаю на этих станках. Ну, нравится, в принципе, все, можно сказать. Зарплата удовлетворяет. И я, как уже сказал, повторяюсь, станки высокоточные. Самому, как раньше токарем работал, самому крутить ручки не надо. Стружкой выгребать не надо. Все, все, станок сам производит. Самое главное, правильно настроить станок и вовремя следить за размерами. Хорошо выполнять свою работу, передавать знания ученикам и делать все для развития отрасли машиностроения. Таковы планы Сергея Потапова на ближайшее будущее. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Сформировать инженерные кадры в Республике поможет детский технопарк в Чебоксарах. Проект Дворца детского и юношеского творчества стал победителем грантового конкурса Минобранауки России. В конкурсе приняли участие проекты 17 субъектов страны. Основной функциональной зоной детского технопарка определен дворец детского и юношеского творчества. Здесь будет сформирована комплексная модель научно-образовательной и творческой среды для обучающихся. Обучение предполагается организовать в рамках нескольких специализированных программ дополнительного образования. Таких как Аэроквантум, Роботоквантум, Наноквантум, Биоквантум, Айтиквантум и другие. Для каждого направления разработаны учебные программы и требования к техническому оснащению учебного процесса. Предполагается, что за два года дети смогут разработать здесь не менее 50 разных проектов. Оборудование сложное, высокотехнологичное. Учебные планы тоже довольно-таки сложные, непростые. Пока нашим педагогам тоже дается непросто. Они на связи находятся с ютарами в Москве, то есть постоянно консультируются. Проект рассчитан на то, что сейчас у нас в Чувашской республике создан межрегиональный центр компетенции. Есть также хороший опыт по инженерным специальностям на базе классического вуза ЧГУ. Но нам не хватало как раз этой связки именно в школьном образовании. Поэтому технопарк в данном случае выступит такой потрясающей базой для подготовки сначала наших студентов, дальнейшим профессионалов. То есть итог это вообще формирование кадрового потенциала для экономики Чувашской республики. Сегодня своим указом глава Чувашии назначил новых членов Центральной избирательной комиссии. Ими стали представители общественных организаций Татьяна Николаенко и Анастасия Глушкова. Полномочия предыдущих членов избирательной комиссии были прекращены досрочно. Глава республики поблагодарил Юрия Садовникова и Дмитрия Щепелева за добросовестную работу. Замены в составе ЦИК произошли оперативно. Председатель комиссии Александр Цветков отметил, что новые члены уже имеют опыт работы на выборах. В прошлом году при участии Татьяны Николаенко была организована горячая линия связи с избирателями. Анастасия Глушкова состояла в составе молодежной избирательной комиссии. В 2012 году я и практику проходила в Центральной избирательной комиссии Чувашской республики. Честно, это был огромный опыт. Очень хороший с точки зрения юрист. Это только студент. И с этого начать, с практики в Центральной избирательной комиссии, честно, это было ценно. И мы попадаем сейчас в состав Центральной избирательной комиссии в самый разгар за месяц до выборов. Здесь, конечно, нет времени на раскачку. Здесь нет времени, безусловно, на раздумья, какие-то сомнения. Здесь нужно только работать. Сейчас главная цель – это объективно, честно и добросовестно провести выборы в интересах нашей республики, жителей и вообще в целом по Российской Федерации. Михаил Игнатьев призвал вновь назначенных членов ЦИК работать ответственно, опираясь на действующее законодательство. В канун дня города Чебоксары проходит много мероприятий, которые уже стали традицией. Сегодня чествовали двух новых почетных граждан города. Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. И сегодня в историю столицу Чувашия вписали еще два имени. После первых процедур отбора на обсуждение городским депутатам и голосованию чебоксарцам представили четыре кандидатуры. Больше всего голосов набрали Анатолий Леонтьев, директор одного из основных предприятий застройщиков города, и Николай Григорьев, бывший министр здравоохранения республики. Это при нем в Чебоксарах построены кожно-венерологический диспансер, лечебный корпус, онкодиспансера и многие другие медицинские центры. Это решение горожан депутаты поддержали единогласно. По силе возможности я буду еще трудиться на благо дальнейшего процветания нашего любимого города, столицы города Чебоксары. Спасибо! Чебоксары – это моя жизнь. Хоть я родился в Канаше, но я 56 лет прожил в Чебоксаре. Вся моя трудовая деятельность и в прошлом, и в настоящем будущем, она связана с городом. Вы знаете, что мы являемся застройщиками нового города, а новый город – это на 44 тысячи населения. Это вот Анатарь взять, Чумер взять, Канаш взять – это несоверимо меньше у них, у нас больше. И надо его построить за 15 лет. Но не только построить в объемах, самое главное – сделать его наиболее комфортным, наиболее удобным и наиболее красивым. Что-то лучше, чем «Волжский три». Гарантирую. Изначально на конкурс представили 7 кандидатур. Все, конечно, достойны. Однако по правилам в один год почетными гражданами могут стать максимум двое. Мы многих рассматривали, и мнение каждого члена президиума здесь тоже, оно учитывалось. Конечно же, и другие достойные люди. Мы найдем их метод поощрить их тоже, что другие мероприятия у нас, мы их будем приглашать. Но сегодня действительно, вот, институт почетных граждан в городе, он состоялся. Два года назад в Чебоксарах учредили медаль за заслуги перед городом. Ею сегодня наградили пятерых жителей столицы Чуваши – предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Куда обратиться, если управляющая жилищная компания не выполняет обязательства? Кто устраняет нарушения при использовании муниципальных земель? Чем занимаются административные комиссии? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в программе «Об этом подробнее». Смотрите в эфире «Национального телевидения Чуваши» сегодня в 21.20. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин